Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Красном море. Красное море самое теплое, чистое и живописное. Красное море занимает первое место по солености. Многие скажут, как так? А как же мертвое море? Но мертвое это все-таки озеро. А если как водоем? Да, мертвое первое. Но оно безжизненно. А Красное море бурлит жизнью и тайнами. Здесь удивительная экосистема. Рай для дайверов и биологов. И в первую очередь для тех, кого биологи изучают, а дайверы смотрят. Это флора и фауна. А еще Красное море лидирует по числу ядовитых существ, обитающих в нем. Что ж, морские обитатели как умеют защищаются от влияния извне. И вот об этом и еще много о чем мы и поговорим. А ваша задача слушать и смотреть. Поехали! Красное море – это внутреннее море Индийского океана. Расположено между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине. На севере примыкают к Суэцкому перешейку, который разделяет два залива – Суэцкий и Акаба. Через Суэцкий канал Красное море соединяется со Средиземным морем, а с Аравийским морем на юге соединяется Баб-Эль-Мандепским проливом – Саденским заливом. С геологической точки зрения Красное море – это рифтовая зона на границе Африканской и Аравийской литосферных плит. Она является продолжением системы Аравийско-Индийского подводного срединно-океанического хребта на северо-западе Индийского океана и континентальной системы восточно-африканских рифтов. Геологи считают, что вся система восточно-африканских рифтов, включая рифт Красного моря, начала формироваться 30 миллионов лет назад, когда над поднимающимся из мантии Афарским плюмом в Аравийско-Нубийском континентальном щите образовался разлом, и по нему Аравийская плита начала отделяться от Африканской. На протяжении миллионов лет провал на месте будущего Красного моря все расширялся, заполнялся водой. Но с точки зрения геологии это все еще было континентальное море. Чтобы море стало океаном, на его дне должна появиться океаническая кора, которая образуется в зоне спрейдинга – это центральные части срединно-океанических хребтов, где через разломы в земной коре на поверхность поступает базальтовый расплав – главный компонент океанической коры. И по прогнозам ученых, через 3-4 миллиона лет по всему разлому восточно-африканского рифта от Мертвого моря до Мозамбика Восточная Африка отделится от основной части африканского континента и, образовав новый материк, двинется к Аравийскому полуострову. При этом протяженность Красного моря увеличится в три раза, а в месте столкновения нового материка с Аравийским полуостровом, скорее всего, возникнут горы. Но это в будущем, а в настоящее время Красное море представляет собой уникальное геологическое образование, которое в северной части, по крайней мере внешне, выглядит еще как континентальный рифт, а в южной уже как типичный молодой океан с океанической корой и своим срединно-океаническим хребтом. Площадь Красного моря — 460 тысяч квадратных километров. Море вытянуто с северо-запада на юго-восток. Его длина — 1932 километра, ширина — до 306. Объем воды в Красном море — около 251 тысячи кубических километров. Максимальная глубина — 2211 метров от уровня моря, а средняя глубина — 437 метров. Соленость воды на разных участках от 37 до 42 промилле. Повышенная соленость объясняется тем, что в Красное море не впадает ни одна река. Этим же, кстати, объясняется и удивительная прозрачность, ведь воды рек обычно несут ил и песок. Красное море омывает побережья Африки и Азии. На его берегах лежат государства Египет, Судан, Джибути, Эритрея, Саудовская Аравия, Йемен, Израиль и Ордания. Многих интересует происхождение не столько моря, а именно название. На что отвечу, что точного ответа, почему море назвали красным, нет. Но версии тьма, и некоторые стоит озвучить. Например, по одной из них в древние времена народы мира связывали стороны света с цветовыми оттенками. Например, Черное море называли так не за цвет воды, а за то, что находилось на севере, относительно Азии. Восток ассоциировался с зеленым цветом, Запад с белым, а юг с красным. Отсюда и название. Ученые более прагматичны и выдвигают теорию, что море получило свое название из-за красноватого цвета воды, вызванного редким видом цианобактерий, которые называются также морскими опилками. Этот вид вырабатывает красный пигмент — фикоэритрин, способный окрасить воды моря в рыжевато-красный цвет. Или то, что на некоторых участках побережья к воде подступают скалы красноватого цвета. Отражаясь в прозрачной воде, они придают водам красный оттенок. Лингвисты выдвигают парочку своих версий, одна из которых об ошибке перевода. Согласно преданиям, именно через это море Моисей проводил свой народ. В Библии оно называлось тростниковым, и некоторые предполагают, что в процессе перевода одна буква отпала или потерялась, и море стало называться Red Sea . Хотя для меня версия странноватая, вряд ли они в то время говорили на английском. Другая версия о неправильном прочтении семитского слова, состоящее из букв Х, М и Р. Древняя письменность Южной Аравии игнорировала при написании гласные звуки. Поэтому при расшифровке древних документов сочетание этих букв было переведено, как Ахмар . А легенд о происхождении названия еще больше, и у каждого народа, живущего на берегах свои, и каждый претендует на первостепенность названия. Так устроены люди. А мы, в свою очередь, разберемся, как устроен климат Красного моря. Климат определяется в основном тем, что бассейн принадлежит к одной из самых жарких регионов планеты Земля. Здесь преобладает сухая и жаркая погода, свойственная континентальному тропическому климату. Акватории окружают пустыни северо-восточной части Африки и Аравийского полуострова. Погода формируется под влиянием региональной системы атмосферных циркуляций на окружающих Красном море территорий. Эти факторы приводят к тому, что над бассейном Красного моря властвуют северо-западные ветры. Для региона характерны суточные и сезонные колебания температур. В летний период средняя температура в северной части составляет 27 градусов, в южной — 33, в зимний период — 17 и 23 соответственно. Осадки выпадают редко, в основном зимой. Ясная солнечная погода стоит 250 дней в году. Для Красного моря характерны такие явления, как пылевые туманы и миражи. И если в Красном море вы увидите остров, он может быть не настоящим, хотя присутствуют вполне реальные. Острова Красного моря небольшие по размеру. Многие даже не отмечены на карте. Однако некоторые из них хорошо известны дайверам и туристам. Архипелаг Дахлак считается, что название произошло от арабского Дахала — врата Ада. Состоит из 126 островов. Из них только два больших. Постоянное население есть только на четырех. Главный остров архипелага — Дахлак-Кибир. Архипелаг известен также тем, что здесь с древности до наших дней ведется добыча жемчуга. Тиран и Санафир — необитаемые острова в Акапском заливе. Тиран включен в состав национального заповедника Расмухаммед. Санафир может похвастаться живописными экзотическими видами — кристально чистой водой и богатой фауной. Архипелаг Фарасан состоит из 84 коралловых островов. Территория считается национальным природным заповедником, где находится центр размножения 87 видов редких птиц. Живут здесь также морские сирены дегонии и редкие виды морских черепах. Также отмечу остров Камаран, Джебель-Эт-Таир, Думейра и Калида, фараонов остров, архипелаг Ханиш и остров Зуккар. Но в чем Красное море обошло своих моря конкуренток — это по видовому разнообразию и великолепию подводного мира. Красное море находится на одной из первых позиций. В северной части моря не меньше 30% обитателей являются эндемиками, в южной — не менее 10%. Это значит, что некоторые представители флоры и фауны обитают только в определенной части акватории Красного моря. В водах Красного моря обнаружено учеными около 1200 видов рыб, в том числе 44 вида акул, 42 вида глубоководных рыб, более 250 видов кораллов и более 1000 беспозвоночных. Однако это только незначительная толика того, что смог увидеть и узнать человек. Исследователи постоянно открывают новые виды, поражаясь богатству и необычности подводного мира Красного моря. Коралловые рифы Красного моря считаются одним из чудес подводного мира. Теплая прозрачная вода и идеальные условия размножения способствовали созданию километровых колоний кораллов самых разных расцветок, форм, размеров и текстур. Древние греки считали кораллы средством для продления жизни. Индейцы Центральной Америки и сегодня носят их для того, чтобы отогнать злых духов, приносящих лихорадку. Как говорилось, в Красном море обитает более 40 видов акул. Одни, несмотря на внушительные размеры и угрожающий вид, питаются планктоном и мелкими организмами. Поэтому абсолютно безопасны. Другие являются хищниками и к ним лучше не приближаться. Китовая, леопардовая, рифовая, серая темноперая, акула нянька, акула лисица, акула шелковая и семижаберная акула – это безобидные акулы, их не стоит бояться. Но Красное море приютило и более интересные виды акул, у которых зубки точно не только для поедания мелкой рыбешки и планктона, а способны оттяпать и какую-нибудь конечность у беспечного пловца. Это тигровая, акула-молот, большая белая акула, мака и акула-бык. Человек всегда остерегался этих морских зубастиков, но акула по своей сути от человека страдает намного больше и в результате деятельности несколько видов акул были почти уничтожены. Один из видов акул нянек, песчаный тигр и черноперая акула. Также Красное море изобилует редкими видами экзотических рыб. В водах Красного моря встречаются несколько видов дельфинов, афалины, длиннорылые, малая косатка, полосатые дельфины. Обитает здесь разноцветная яркая рыба-попугай с наростом в виде клюва, рыба-наполеон, маленькие стайные рыбки-антаис, двуполосные амфиприоны необычные окраски, рыба-бабочка. Дайверы встречают в подводном мире чернокрапчатого ворчуна, за широкие губы прозванного сладкогубом, изящного императорского ангела, любопытных платаксов и рыбу-фонарь. Природа не перестает удивлять своими творениями. Расписной спинорог поражает своей расцветкой, напоминающей яркую картину. Рыба-единорог напоминает мистическое существо. Удивляет она не только наличием рога, но и способностью менять расцветку во время размножения. А у аротрона все тело покрыто шестиугольными костными пластинами, сросшимися в защитный панцирь. Быстрыми стайками мелькают барабули-желтоперы, важно проплывает бычий глаз большеголовый, а бандиан-лерохвостый в своем роде уникум. Он является гермафродитом, то есть рыба, если она родилась самцом, может со временем стать самкой. В Красном море уживаются разные виды, как бычок-компаньон, желто-бурый, зубатый-лимонный, йонга-клыкастый, круглоперый, ночной, парящий, песчаный, риденса и бычок-пигмей. Ящероголов красный, эскен-красноморский, хейлин-перохвостый, угорь-тупозубый, угорь-тигровый, угорь-полосатый, угорь-крокодиловый, талосома-клунцингера. Все это жители подводного царства Красного моря. Такого великолепия, разнообразия расцветок, форм не встретишь ни на суше, ни в одном другом море. Живут здесь забавные существа. Галатурия, они же морские огурцы. На морском дне пасется дегонь, родственник ламантина. На рифах сидят миниатюрные красивые елочки, многощетинковые черви. В Красном море часто встречаются медузы. Самые распространенные – аурелия, корнироты, пелагия. Воды моря являются домом для гидроидов. Это класс водных беспозвоночных типа стрекающих. Похожи они на невысокие верообразные растения. В прибрежных водах встречается гидроид филиппинский или белый жгучий морской веер, канда гребешковая, гирлянда тропическая, губка краснобородая или динамена четырехзубая. Представителями одного из самых многочисленных видов обитателей Красного моря являются моллюски. Двухстворчатые, головоногие и брюхоногие, голожаберные. Названия у них самые романтичные. Например, к брюхоногим моллюскам относятся хорония или рок-тритона, теребра, пантеровая каури, текстильный конус. Головоногим – кальмары, наутилусы, каракатицы, осьминоги. К двухстворчатым мидия, устрицы, тридактны, морские гребешки и беззубки. И большинство обитателей Красного моря выглядят очень мило, безобидно и привлекательно. Так и тянутся руки потрогать эту невероятную красоту. Но этого лучше не делать и быть предельно осторожными. Туристов всегда предупреждают – не трогайте и ничего не касайтесь руками в подводном мире. Яркие и безобидные кораллы оставят раны, которые будут долго заживать. Красивые небольшие существа могут оказаться смертельно ядовитыми. Это не значит, что рыбы обязательно проявят агрессию и кинутся атаковать любопытного товарища. Просто срабатывает защитный механизм от внешнего мира. Не трогайте и вас не тронут. Все просто закон жизни. Существует запрет на ночные купания в Красном море. Потому что многие морские хищники ведут ночной образ жизни. Текстильные географические конусы, рыба-камень или бородовчатка, крылатая львиная рыба, ядовитая морская звезда, терновый венец, иглоподушечный или огненный морской еж, скаты-хвостоколы и электрические, мурены. На рифах встречаются морские змеи. Яд некоторых видов сильнее, чем яд кобры. Это далеко не полный перечень подводных существ, представляющих опасность для человека. К тому же человек изучил только малое количество обитателей этого фантастического мира, скрытого под водой. Богатство флоры и фауны Красного моря обусловлено уникальным географическим расположением. Две трети поверхностного моря простирается в тропической климатической зоне. В море не впадает ни одна река. Единственным источником поступления воды в Красное море является течение, проникающее из Андаманского залива через пролив Бап-Эль-Мандеп на юге. Причем входящее течение – трое мощнее течения сходящего. Уровень воды в море поддерживается благодаря интенсивному испарению, а за 15 лет вода в Красном море полностью обновляется. Отсутствие впадающих рек, главного источника загрязнения, приводит к тому, что Красное море с полным на то основанием можно считать самым чистым в мире. Прозрачность его вод потрясает, как потрясает разнообразие оттенков от нежно-зеленого до глубокого ультрамаринового. Это море неповторимо, уникально, воистину райское место. Но экологи бьют тревогу. За последние 40 лет флора и фауна Красного моря понесли тяжелейшие потери. И виноват в этом кто? Ну конечно же человек. Влияние антропогенного фактора на экологическую обстановку Красного моря отмечал еще Жак Ив Кусто, знаменитый французский ученый-исследователь Мирового океана. Первые походы его исследовательского корабля Калипса к берегам Судана в первой половине 50-х годов и экспедиции 70-х годов показали, что всего за полтора десятилетия в море появились явные следы загрязнения. Дальше больше. За минувшие четыре десятка лет животный мир Красного моря заметно оскудел. Количество акул по самым оптимистическим оценкам сократилось в четыре раза. По некоторым видам животных, например по кораллам, сокращение составляет до десяти раз. Тревога, поднятая кустов в 70-е годы, получила поддержку правительства Египта. И в Красном море было полностью запрещено промышленное рыболовство. Отменены планы строительства промышленных предприятий в приврежной зоне. Был наложен полный запрет на добычу и вывоз из страны кораллов и раковин морских моллюсков. Вторым источником опасности является сам туризм. Стремительно развивающаяся инфраструктура Хургады и Шарм-Аль-Шейха и прилегающих к ним районов включает в себя целый комплекс мелких и крупных предприятий, отелей, ресторанов, магазинов. А это строительство домов и шоссе, доставка строительных материалов и товаров. Наконец, туризм. Это миллионы отдыхающих, которые оставляют после себя горы бытового мусора, которые так или иначе попадают в Красное море. Сегодня вблизи туристических зон в Красном море плавают целые полузатопленные острова из пластиковых отходов. Этот материал в естественных условиях практически не разлагается. Очистка моря крайне трудоемкое и затратное занятие. Однако иного выхода, как только взяться за сбор мусора, нет. Человечество пока не знает способа избавиться от плавающего в морской воде пластика. И что останется после нас? Увидят ли наши ближайшие потомки играющих дельфинов и буйство красок коралловых рифов? Ответ на поверхности и не только Красного моря. И наша задача ценить, беречь нашу планету и заботиться о ее флоре и фауне. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.